Северокрымский канал продолжает свою работу, говорят на предприятии «Вода Крыма». Украинские власти не отключили подачу Днепровской воды. Однако подобный вариант удалось предугадать. Резервы наполнены до пределов. На руку сыграли и погодные условия. За осенне-зимний период 2013-2014 года мы достаточно накопили много воды в самоналивных водохранилищах. И на сегодняшний день их заполнение более 60%. На случай затянувшейся засухи возможно прекращение круглосуточной подачи воды. Однако это самая крайняя мера. Запасов Симферопольского водохранилища также хватит, чтобы в полной мере обеспечить жителей Крымской столицы. Не стоит беспокоиться и о качестве подаваемой воды. Об этом позаботятся специалисты. В Симферопольском гидроузле вода проходит качественную обработку. Ее пропускают через специальные очистные фильтры, тщательно проверяют. Обеззараживание ведется безвредным способом. Вместо хлора используют поваренную соль. Помогает в этом такая электролизная установка. Имущество способа в том, что гипохлорин натрия не вреден. Он не вырабатывает никаких вредных веществ, так как жидкий хлор. Так как при аварии на жидком хлоре у нас попадает население в ближайших проемах. А гипохлорин натрия, он практически безопасен. На базе гидроузла действует и лаборатория. Здесь воду тестируют по ряду показателей. Работа ведется круглосуточно. По последним данным специалистов, можно с уверенностью сказать, вода пригодна для питья. Состояние воды, даже наше в Симферопольском водохранилище, скажем так, лучше среднего. То есть, даже показатели мутности, которые могут варьировать в определенные периоды и сезоны, они вполне соответствуют и времени, и природным показателям, и температура воды. В общем, очистные сооружения справляются. Основной проблемой может стать не перекрытие Северокрымского канала, а отсутствие оплаты за воду. Сейчас многие банки не принимают счета. Однако система восстанавливается, поэтому абонентов просят не забывать вовремя рассчитываться. Рената Малышева, Всеволод Матросов. Время новостей.